Мобильные бригады, с помощью которых пожилые люди добираются до сельских больниц, уже не редкость. Несколько десятков машин курсируют по дорогам республики. И все для того, чтобы ветераны вовремя получили медицинскую помощь. Насыпать корм, собрать яйца. 80-летняя Антонина Евсеева несколько раз в день выходит во двор, чтобы проведать своих курочек. Каждый день необходимо двигаться, считает она. В последнее время делать ей это нелегко. По словам пожилой женщины, ноги не слушаются. Хорошо бы завершить начатое обследование и получить советы врача. Но районная больница в 8 километрах от деревни Иккова. Поэтому помощь мобильной бригады оказалась кстати. Антонина Александровна, здравствуйте. 30 специальных автомобилей, оснащенных спецподъемниками для инвалидных колясок, поступили в республику летом прошлого года в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Их необходимость очевидна. В Чувашии более 1700 населенных пунктов, в которых проживает 80 тысяч граждан старше 65 лет. Раньше пешком ходили, потом маршрутку к нам в нашу деревню сделали. Я до маршрутки сейчас даже не могу, потому что мне ноги не ходят. Спасибо, что такую нам сделали транспорт. Сейчас мобильные бригады работают во всех районах. Они приезжают к лицам старше 65 лет, которые по состоянию здоровья самостоятельно не могут добраться до больницы. Специалисты медицинских организаций выявляют тех, кому нужно пройти медосмотр, провести дополнительные скрининги. Затем социальные службы определяют маршруты и по графику выезжают в деревню. Сдали анализы, измерили давление и проверили работу сердца. Сегодня Антонина Евсеева и другие жители деревни Икова, воспользовавшиеся с помощью мобильной бригады, прошли диспансеризацию. Несмотря на ваш возраст, все показатели у вас хорошие, вы молодцы. Дальше также держать, за своим здоровьем следите, рекомендации врачей соблюдайте, и все у вас будет в дальнейшем прекрасно.